Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня нашу передачу я буду вести один, потому что Екатерина Поздеева находится у нас в отпуске, но у нас будет возможность выйти с ней на связь. А сейчас мы переходим сразу к обсуждению наделавшего много шума законопроекту, который был внесен правительством Архангельской области в областное собрание депутатов и уже прошел первое чтение. Разрешим ли мы нашим детям жениться в 14 лет? Сегодня мы хотим выслушать два мнения. Есть одно мнение авторов законопроекта, чем они мотивировались, когда вносили этот закон. И есть мнение общественности, которое буквально взорвало интернет. Эта тема обсуждалась и на Первом канале, и в программе НТВ по этому поводу вышел сюжет. Поэтому второе чтение этого законопроекта пройдет в октябре. Областное собрание окончательно должно либо поддержать этот законопроект, либо утвердить. И, конечно, хотелось бы придать обсуждению этого законопроекта широкой общественной огласке, услышать мнение телезрителей, услышать мнение архангелогородцев и жителей Архангельской области. Итак, о чем говорит законопроект? Немножко статистики. В Архангельской области количество детей, родившихся у матерей моложе 18 лет за 12-14 годы, составило 497 или менее 1% от общего количества зарегистрированных рождений. В 10 случаях дети родились у девушек в возрасте 13 и 14 лет. В 39 случаях дети родились у девушек в возрасте 15 лет. В 448 случаях дети родились у девушек в возрасте 16 и 17 лет. Наибольшее количество браков с участием несовершеннолетних зарегистрировано в муниципальных образованиях. Город Архангель – 48 браков, Северодвинс – 25 браков, а также в Плесецком и Устьянском муниципальных районах Архангельской области – 15 браков. На удивление, другие районы Архангельской области эта проблема не коснулась. Семейным кодексом Российской Федерации установлен возраст вступления в брак с 18 лет. Тем не менее, закон позволяет субъектам Российской Федерации принимать акты законные, позволяющие вступать в брак раньше этого возраста при наличии особых обстоятельств. В Российской Федерации история принятия данных законопроектов началась с 1999 года. С тех пор ранние браки были разрешены во Владимирской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Тверской областях, Калужской, Тамбовской области, Хантамансийском автономном округе, Кабардино-Балкарской республике, Республике Адыгея, Чукотском автономном округе, Карачаево, Черкесской республике. В каждом субъекте к вопросу ранних браков подошли по-разному. Например, в Нижегородской области, чтобы разрешить вступить в ранний брак, решение принимает лично губернатор Нижегородской области. У каждого законопроекта обязательно должна быть какая-то цель, поэтому целью этого законопроекта является не снижение возраста для вступления в брак, а создание условий для регистрации брака с участием недостигших 16 лет беременных девушек или девушек, родивших детей, в целях обеспечения воспитания детей в полноценных семьях. Так, в общем-то, он преследует благую цель. Что относится в этом законопроекте к особым обстоятельствам? Хотелось бы на этом сконцентрировать ваше внимание. К особым обстоятельствам, позволяющим получить разрешение вступления в брак лицу недостигшему возраста 16 лет, отнесены случаи беременности девушки или рождения ребенка, взаимное согласие обязательно должно быть девушки и отца ребенка на вступление в брак, и также согласие родителей девушки на вступление в брак. Законопроект был рассмотрен Комитетом Архангельского областного собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике. Также он был рассмотрен уполномоченным при губернаторе Архангельской области по правам ребенка и прокуратурой Архангельской области, общественной палаты Архангельской области. И, в общем-то, все эти инстанции дали одобрение данному закону. Однако после принятия этого закона в первом чтении интернет буквально взорвался негодованием, появились разные заголовки. Ну, например, в Архангельской области дети смогут жениться и выходить замуж. Педофильское лобби в Архангельской области могут разрешить вступать в брак с 14 лет. Интересно мнение северодвинского чиновника. Речь идет о комментарии начальника юридического управления мэрии города Северодвинска Постниковой Александре, которого он опубликовал на одном из интернет-ресурсов. Процитируем его. В то время как на федеральном уровне серьезно обсуждается вопрос о запрете употребления алкоголя до 21 года, суровые поморские депутаты, холоднокровно хотят снизить браточный возраст до 14 лет. Где, черт побери, логика, восклицает он. Этим неловким движением рук, нажавших кнопку «За» во время голосования, Архангельская область торжественно опускается до уровня развития семейных отношений России и многих европейских государств с эпохи не позднее 18, 1, 3, 19 веков. Интересно, что по этому поводу думают наши мощные гражданские институты, общероссийский народный фронт, женсоветы всех уровней, советы отцов, почему не слышно мнение русской православной церкви, что скажет научная общественность. Северодвинский чиновник надеется, что законопроект так и останется законопроектом. В крайнем случае на него наложит вето губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов, несмотря на то, что подготовлен данный проект был в правительстве области. Конец цитаты. Сегодня у нас есть возможность пообщаться с моей коллегой Катериной. Она у нас находится в отпуске, но тем не менее нам удалось выйти с ней на связь и мы можем с вами послушать ее мнение по поводу этого законопроекта. Я бы тоже хотела присоединиться к сегодняшнему разговору, так как тема стала, наверное, очень обсуждаемой и животрепещущей не только в Архангельске и Архангельской области, но и во всей Российской Федерации. Многие СМИ об этом говорили, писали и оценивали как-то данный законопроект. В своем выступлении на сессии областного собрания я обращалась к коллегам и говорила о том, что сейчас в Российской Федерации, согласно Семейному кодексу, у нас брачный возраст – это 18 лет. При некоторых обстоятельствах, в частности при рождении детей, при беременности девушки, у нас считается возможным и допустимым сейчас снизить этот брачный возраст до 16 лет. Кроме того, у нас согласно Уголовному кодексу, точнее, согласно изменениям, которые были приняты в 2009 году, я сейчас зачитаю, лицо, впервые привлекающееся к ответственности за половую связь с лицом от 14 до 16 лет, может быть освобождено от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшей. Я очень акцентирую на этот момент, потому что нужно понимать, нужно ли нашему обществу давать такую возможность, такую преференцию и фактически освобождать от уголовной ответственности человека, который совершил довольно неодобряемый обществом поступок только лишь из-за того, что он вступил в брак с несовершеннолетним, а через какое-то время, безусловно, этот брак распадется и ни к чему не приведет. Прежде чем принимать такой закон, мне кажется, нужно очень серьезно подумать о том, что он дает и каковы его плюсы, и каковы все-таки минусы, которые он несет за собой. В частности, мы очень много говорим о том, что у нас, наверное, нужно больше думать о морали и прививать молодежи какие-то ценности. Даем ли мы таким законам им возможность думать об этой морали и становиться, наверное, более ответственными? Спасибо, Катерина. И так, как мы видим, даже в отпуске Кате этот вопрос не дает покоя. В любом случае, прежде чем принимать этот закон или отвергать, нам хотелось бы услышать мнение жителей Архангельска и Архангельской области по данному законопроекту. Своё мнение вы можете выражать в наших сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. Также на экране телевизора вы видите наш электронный адрес. Также вы можете обращаться к нам в областное собрание 509-й А кабинет депутата Александра Дятлов и депутата Екатерина Поздеева. Нам очень важно знать ваше мнение. Но перед тем, как вы будете размышлять и его высказывать, надо помнить, что в первую очередь мы должны заботиться о благе наших детей и чтоб у нас не получилось, как у Шекспира. Как сказал классик, нет повести печальной на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Спасибо и до свидания.